Всем привет, с вами Туперси, сегодня мы покажем вам всякие китайские фиговины, вот за последние пару месяцев нашли массу на Алиэкспрессе, давайте поехали, начнем потихоньку рассказывать, что тут у нас вообще валяется на столе, да, так, давайте начнем с того, что, как на модели подключить светодиодную ленту, RBG, вот в данном случае у нас точно трехсветовая, вот, также есть еще обычная лента, тоже можно там же купить вот такую бобину, здесь у нас получается 6 или 5 метров, я уже не помню, мы купили там за 600 рублей вроде бы, вот лента этой, сейчас потом в видео покажу, как она горит, вот, к этой ленте, если вы берете ленту RBG, вам нужен еще вот контроллер, контроллер выглядит вот так, вот такой вот маленький, вот, мы искали специально маленький, потому что в моделях, ну, огромные такие, большие, не смысл ставить, а маленькие они в самый раз, вот, контроллер, это питание у него здесь идет, ну, можно отрезать его в данном случае, сейчас, вот контроллер такой же, вот он уже разобранный, вот видим, да, то есть, сзади там привода, питание припаяно у него, вот, и к контроллеру идет такой пульт, на пульте у нас здесь выбираются разные режимы, цвет какой мы хотим, режимы, потом яркость выбирается, ну, и включить, выключить, можно отрезать пульта. Так, новый контроллер я отложу, потому что у нас уже есть такой же, вот он, раздербаненный уже, ну, просто без термоусадки, скажем так. Так, контроллер, оп, также такие же контроллеры есть к обычным лентам, а, где-то у нас обычная лента, сейчас найду, так, 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 вот, это обычная лента, то есть, одноцветная, по-моему, это красного цвета, здесь лента припаяна или зеленого, но сейчас увидим. И вот такой же обычный контроллер, то есть, для обычной ленты, у него просто питание подается, 12 вольт, и на выходе тоже до провода, тоже управляется с пульта. Вот, можно менять интенсивность света, то есть, ярче делать его, либо тускнее, также режимы есть разные, то есть, мигает там по-разному, там, в общем, тоже сейчас покажу вам потом. Так, далее, вот такая феномена, это бегущая, блин, бегущая строка, нет, короче, просто они бегают, с этой дионикой, в одну сторону, да, вот так вот бегают, Ну, на самом деле, было бы прикольно, если бы они бегали от центра, в две стороны, но вот можно, не знаю, вторую такую же купить, либо от этой по 20-ти диода отпаять, и в итоге вот получится такая бегущая фигувина в разные стороны, такая. Сейчас тоже покажу, короче, что это такое. Далее, стабилизатор напряжения, это та фигня, которая может вам заменить бэк, в том случае, когда он вам нужен, например, для каких-нибудь там лампочек, подсветки, какой-нибудь музыки в модели, вот. Вот, она очень маленькая, то есть размер у него где-то буквально 2 на 1,5 см, то есть, как видим, она, блин, до линейки, да, наверное, везде не было. Ну, вот давайте я с батарейкой с обычной сравню ее, то есть, вот батарейка обычная, а вот эта фигувина по размеру, то есть, она вообще крохотная. Так, что он делает? Он у нас, например, с аккумулятора, то есть, там, с 4-х банок, с 6-ти банок, там, в общем, с любого напряжения можно сделать 6 вольт. Вот, все регулируется в нем с помощью, вот, подстрочного ресистора, здесь вот он есть, маленький, вот, беленький, вот. Это мини-версия, то есть, он очень маленький, такой же есть большой версии, вот он здесь у нас, сейчас покажу вам. Так, вот, такая же фигня, только большая и на больший ток рассчитан, то есть, здесь у нас получается где-то до 3 А на выдерживать спокойно. То же самое, с помощью этого ресистора мы регулируем с вами напряжение на выходе, а подавать на нее можно до, по-моему, там, 40 вольт. Ну, в общем, сколько, наверное, банок 8-12 даже, я думаю, в общем, где-то 10-12 банок, вы спокойно, я думаю, сможете подать на него и в итоге получить 6 вольт или 12 вольт. Ну, в общем, сколько вам нужно. Эта штука понижающая, то есть, она понижает напряжение. Вот, так, также еще очень полезную фигню нашел я, это повышающий стабилизатор, то есть, он, наоборот, ребят, он может, например, полутора вольт, то есть, с одной батарейки, сделать нам 12 вольт для того, чтобы запитать ту же самую светодиодную ленту. То есть, в чем проблема, да, в поставить светодиодную ленту на модель? В том, что приходится покупать там аккумулятор, да, трехбаночный, вот, например, маленький аккумулятор, три банки, вот, от него лента горит сама, да, не нужно никакие стабилизаторы ставить. Но, когда мы с вами захотим запитать ленту от, например, приемника, где у нас 6 вольт, у нас это не получится, потому что это 6 вольт, а нужно 12. И для этого можно использовать такую вот маленькую платку. То есть, эта платка вам, то же самое, с помощью резистора подстроечного, его, ну, крутишь, сейчас все это вам покажу, можно сделать 12 вольт из, говорю, из любого напряжения, то есть, из полутора вольт, из шести вольт, вообще спокойно можно сделать 12 и выше даже. Так, сейчас отверточку возьму маленькую. Так, вкратце рассказал, давайте теперь потихоньку пробежимся по всем этим фиговинам. Первое. А, еще вот такой тестер, ну, это не знаю, это лично мне он нужен, вам не знаю, пригодится он или нет. Они есть в корпусе, есть без корпуса, мы взяли без корпуса. Вот тестер, то есть, ну, просто плюс-минус припаивать, и он показывает напряжение. И все, то есть, просто, чтобы вот таким вот тестером не мучиться, не замерять его большими дамами. Вот, значит, смотрим. Здесь у нас вход, сделан, вот, вход. Сейчас сюда подпаяю тоже тестер, чтобы показать вам, сколько у нас получается напряжение на входе, и какое оно будет на выходе. То есть, на выходе, вот, выход, получается, припаиваем тестер. Он показывает напряжение, которое у нас на выходе. Так, давай, припаяем. Так, теперь видим, да, то есть, получается, вот это входное напряжение, вот это выходное напряжение. Так, чтобы у нас ничего не замкнуло, и запитаем это все, например, ну, вот, от обычных четырех батарейек. То есть, четыре батарейки, это, грубо говоря, те же самые 6 вольт, у нас получаются, которые у нас выдает наш регулятор, либо бэк в моделях, как правило. И подключаем это все, и смотрим. Так. 6, выходное, 2, на. Да, надо просто перевернуть, короче, вот так. То есть, видим, да, что у нас получается, что входное напряжение у нас 6 вольт, то есть, три батарейки по 1,5 вольта, это 6. На выходе сейчас настроено 12. Ну, там, 11,9, 12. Вот. А, как его регулировать? Регулируется оно, о, нет, вот это, держи. То есть, берем резистор подстроечный, вот этот вот, который маленький здесь, и крутим его потихоньку, и видим, что напряжение у нас, в данном случае уменьшается, да? То есть, если нам удалось повысить, крутим в другую сторону, и напряжение на выходе у нас повышается. То есть, вот 13 вольт, сколько там можно сделать сейчас? 15, 16 вольт, 17. Ну, и так, там, я думаю, вольт до 40. Сколько там, я скажу? Крутанил, 23 вольта. Ну, то есть, в описании указано, что где-то вольт до 40 он поднимает. Ну, в принципе, нам в моделях, я думаю, больше 12 и не нужно. Сейчас обратно сделаю 12. Вот. Так. Теперь. С этим, я думаю, все понятно, да? То есть, это очень-очень нужная фиговина, я считаю, очень полезная, она повышает напряжение. То есть, с помощью такой маленькой платки мы в моделях спокойно можем подключать светодиодные ленты обычные, и не покупать там дорогие всякие хреновины с Хобби Кингом для подсветки модели. Я видел там на Хобби Кинге, они стоят там, сколько надо, долларов по 14, по-моему. Ну, я не буду врать, не помню, что сколько стоит, но лента в любом случае гораздо дешевле выходит, чем покупать эти подсветки. То есть, а ленту, купили вот такую маленькую хреновину, купили там ленты, не знаю, 5 метров, и можно всю модель обмотать. Я даже думаю, гораздо выгоднее будет на батарейках, чем на аккумуляторе. Нет, от аккумулятора батарейки тоже лишний вес. Проще от аккумулятора питать, и прямо от приемника можно в приемник воткнуть это все. Вот. Если какие-то вопросы будут, пишите в комментарии, постараемся ответить. Итак, давайте дальше продолжим. Что показать дальше? Покажем вам, как работает обычный контроллер, да? Где он у нас? Блин, я все потерял. Где обычный контроллер? Не-не-не, обычный, который херня. Вот она. Итак, обычный контроллер с таким пультом. Лента, да? То есть, вообще можно и без контроллера эту ленту подключать, потому что это обычная лента, одноцветная, к ней контроллер не нужен. Контроллер здесь подключен для того, чтобы можно было менять там цвет, ой, цвет, менять яркость цвета, всякие режимы включать. То есть, если не хотим, если нам это не нужно, то можно просто подключить его, прямо напрямую вот сюда, и все будет работать. В данном случае мы покажем вам еще и контроллер, поэтому... Сейчас, спаять я ничего не буду, я просто так вот... В идеале, конечно, ребят, все это нужно спаивать, а не скручивать, но так как у нас время тикает, то мы это все будем скручивать, а не спаивать. Вот, короче, скрутили, да? Так. Главное, чтобы не коротного, короче, у нас тут нихера. И теперь включаем наш батарейку, да? Плюс-минус не перепутать. Опа! Так. И теперь включаем просто кнопочку, оп! То есть, видим, мигает, да? Ну, тут разные режимы, можно сделать, чтобы она не мигала. Вот, интенсивность выбираем, то есть, мигает быстрее, мигает медленнее. Разные режимы есть мигания, то есть, вот, например, так. Видно там? Да, видно. Включаем, просто меняем режимы. Также можно яркость цвета менять, то есть, делать его потускнее. Видим, да, он тускнеет. Либо поярче. Вот. Это, в принципе, то же самое. То есть, 50%, 100%, 25%. Ну, то есть, обычный фиговен можно, например, гирлянду сделать из модели. Либо просто применить это куда-нибудь хреновину. То есть, понятно, да? Это контроллер. Можно и без него подключить. Тогда он будет просто гореть, просто вот таким цветом. Вот. Просто будет гореть вот так вот, если напрямую подключите. Так. С контроллером, я думаю, все. Выключайся. Так. Вырубаем. Провода отматываем. Выкидываем это в сторону. Так. Теперь давайте перейдем к контроллеру, который у нас RBG-лента. То есть, это лента, которая мигает. Трехцветная. Вот. У нее идет вот такой контроллер. Еще раз покажу. Вот. То есть, ну, я его на случай разобрал. Также пульт. Батарейки есть. Сейчас проверю. Есть. По-моему. Может и нет. Да, есть батарейки. Так. Давайте расскажу вам, что вот это такое. В общем, вот это, это вообще, ну, как бы мы городили светомузыку. То есть, в данной динамике, вот они, сколько, 4 сантиметра получается в диаметре. Тоже можно купить на Али. Ссылку под видео, как всегда, дам на них. Вот. Они, в принципе, дешевые. Там рулей по 120, по-моему. Вот. Играют они, ну, так, нормально для модельных. Вот это, ребята, усилитель. То есть, он, как видим, тоже маленький очень. Он такого же размера, как и этот мини-стабилизатор, да? То есть, вот. Ну, примерно одинаковый. Усилитель, как раз под эти динамики, то есть, 4 ватта, там, по-моему, сколько там, 8 Ом или сколько, или 4 Ом, я не помню. Или 3 ватта. Сейчас посмотрю. 3 ватта, 4 Ома, короче, да. Такие динамики. Вот это для них усилитель. Здесь у нас, получается, стабилизатор. Ну, стабилизатор для усилителя, потому что усилитель работает в 5 вольт. Вот. И вот эта фигня, это цветомузыка, вот, которая, которую вы видели в видео, может быть, на моей странице. Ну, я сюда видео тоже вставлю, это, в общем, что она делает. Вот. Здесь у нас динамик, получается, как приемник идет. То есть, он принимает, принимает, там, ну, частоты эти, и от них уже мигает у вас. Вот. А также можно напрямую, прямо сюда подпоять два входа от динамика, и то же самое будет играть. Ну, вот, нам удобнее пока что так. Поэтому. Вот. Показываем, давай. Так. Короче. Как бы это все тут разобрать. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас, эта микросхема работает от 12 вольт, и поэтому питается. Она прямо напрямую отсюда тоже здесь 12 вольт, ну, получается. Вот. А здесь подпаяна, ну, это вот, старая лента у меня была, тоже RBG. И вот это вот, это новая лента, которую мы заказали, черного света. Ну, в черной такой оболочке она. Вот. Далее, усилитель, от него два динамика, здесь у нас вход, ну, там телефон или плеер можно подключить. И питается это все от, в данном случае, от аккумулятора. То есть я питаю, ну, для примера могу вам показать, что это все можно спокойно запитать и вот, вот этой вот фиговины. То есть от обычных вот четырех батареек, то есть от обычного нашего приемника, всю эту систему можно запитать. Так, сейчас я это все подключу. Как-нибудь аккуратно, чтобы не коротнуть. Так. Так, давайте, чтобы вам видно было. Так, Макса, готовь музыку. Все готово. Все готово. Так, эту херню сюда кинуть. Так, лента видна. А, питание. Давайте. Это все разместить я сейчас. Так. Питание берем, короче, вот питание берем. Включаем. Все. Как видим, работает, да? То есть подключаем телефон. Вот музыку. Где у тебя подключается? Внизу. И включаем музон, короче. Что это за музыка такая? То есть, как видим, работает. Также, зачем здесь контроллер? Потому что можно менять, например, режим. То есть она может гореть, как я хочу. Что-то сделаю. Сделаю потише. Вот. Нафига здесь контроллер? Можно просто без контроля подключать любую ленту одноцветную. И, например, у вас будут мигать это все одним цветом. То есть можно сделать и здесь. То есть, я видим, просто красный. Или просто зеленый. Просто синий. Белый. Но мне больше нравится, когда это все работает в таком смешанном типе. То есть, когда у нас где-то разноцветный режим. Здесь нужно применить. Мы на самом деле хотим какой-нибудь трофе проект замутить. Там. Аудио. Аудио трофе. Да, там сделать. Взять еще пару динамиков, только побольше. Чтоб тачка валила. Да. Так. Ну, в принципе, я думаю, понятно, что это светомузыка. Данная плата просто вот эта вот большая. И вот мы ее будем сейчас переделывать в маленькую. Вырубаем это все. На свой динамик. То есть, как видим, все это питается от обычных. От четырех батареек. То есть от шести вольт. И работает это все от этого преобразователя. То есть от повышающего напряжения. То есть вся эта конструкция, все это работает от 12 вольт. Ну, кроме усилителя. Для усилителя стоит у нас понижающий преобразователь. Вот он. И также вместо вот этого большого можно поставить вот такой маленький. Так. Давайте вкратце итог подведем. Как-то это смазанное видео получилось. Ну, потому что давно мы ничего не снимали. Вот. Так. Что у нас было в видео, да? Что мы еще не показали? Не показали мы вот эту вот хреновину, да? Которая бегущая строка типа. Но на самом деле показать ее очень просто. Плюс-минусом, ладно, не перепутать. Включаем. И видим, то есть вот такая хреновина, короче. И также она регулируется сейчас. Здесь тоже резистор стоит подстроечный. То есть вращая его мы регулируем сами частоту этой беготни. То есть медленно она бегает. Либо вообще там как сумасшедшая, быстро. То есть, ну, не знаю. На самом деле, для модели, мне кажется, таких штуки надо две покупать. Либо я говорю каждую лампочку просто параллельно раздваивать, чтобы сделать какая-то фигнюшку, чтобы в две стороны так вжух, 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 бегало. Вот. Так поиграться просто можно купить. Тоже копейки стоит. Что из этого всего может быть полезно обычному пользователю моделей, скажем так. Если вы не заморачиваетесь со всякой светомузыкой, со всякими динамиками на свою модель, то в первую очередь вам будут полезны вот такие преобразователи, которые понижают напряжение. То есть в данном случае это вот такой маленький, либо вот такой вот побольше. Стоят они копейки. Ссылки на них я в описании под видео кину. Вот. На продавцов, у которых я их брал. Единственное, что сразу перед тем, как их получить, проверяйте. То есть подключите, проверьте. Работает, значит, все классно. Если не работает, то открывайте спор, и продавец вам сразу вернет деньги без проблем. Это уже проверено, потому что у меня вот, например, пришло три штуки, из них два работает, один нет. Написал ему, он мне за одну нерабочую вещь спокойно деньги вернул. Вот. Полезная вещь, значит. Вторая полезная вещь, это вот эти преобразователи, которые повышают напряжение. Их тоже бывает два типа. Он бывает вот такого типа, ну, то есть выглядит вот так вот. Сейчас поближе покажу вам вот. И бывает вот такой. То есть отличается он только маркировкой, будет здесь вот сзади. Ссылки на них я также сейчас под видео скину, то есть повышающие. Я считаю, вообще классная тема, потому что можно, еще раз повторюсь, светодиодную ленту запитывать элементарно. Вот 6 вольт нашего приемника. Еще вам, да, сто пудово будете спрашивать, сколько ленту можно запитать. Ну, вот от этого, я думаю, метра два она спокойно потянет. Никаких пока замеров делать не буду. Вот, все это будет позже в следующих видео. Но два метра ленты, я вам гарантию даю, что она потянет спокойно. Вот данный вот этот преобразователь. Даже больше, я уверен. Но на данный момент скажу, что два метра сто пудово потянет. Для того, чтобы узнать точно, нужно будет сделать замер, и все это позже сделаю. Если вам это будет интересно, конечно, если вы в комментариях напишите. Так, талии тестеры вот такие. То есть тоже можно покупать. Напряжение показывают, они, по-моему, до 50 вольт показывают его. Вот, также такие же штучки есть в корпусе. Есть и еще, которые силу только измеряют сразу, амперметр и вольтметр в одном. Вот, но мне эта фигня не нужна, у меня тестер есть обычный. Далее, светодиодная лента, конечно же, укажу на нее ссылку. Но я дам ссылку на RBG, вот на эту ленту, потому что другую мы еще пока не покупали на Али. Вот, уже проверенный продавец. Выходит она раза, наверное, в три дешевле, чем купить ее в магазине у нас. То есть мы вот с другом скинулись, купили 5 метров на 2, их нам ее тер. Хватит, чтобы всю модель обмотать. Далее, контроллеры для светодиодной ленты. Это тоже полезная вещь, чтобы не просто горела ваша, например, модель, а вы могли режимы менять на пульте, у вас там всякие, ну как на гирлянде, на новогодней елке, были всякие разные режимы. Вот. Обычный контроллер и, а нет, точнее это для RBG контроллер, который разноцветный, и обычный контроллер. Вот такой он, в принципе, ничем не отличается, только тем, что у обычного контроллера два провода будут выходить, плюс-минус, а у этого четыре провода, то есть на каждый цвет и минусовой. Далее, усилитель. Если вы делаете аудиопроект, вам тоже пригодится. Данный усилитель питается от 5 вольт. Также я дам ссылку на усилитель, который еще не успел приехать, но он немного побольше, но питается от 12 вольт. То есть можно, на нем можно собрать всю вот эту же фигню, но только без вот этого стабилизатора. То есть здесь он стоит просто потому, что эта фигня от 5 вольт работает. И динамики тоже дана мне ссылка, может кому-нибудь пригодятся. Дешевые динамики играют нормально, скажем так, для их цены вполне адекватно играют. А на данную плату, вот, которая светомузыка, тоже кину ссылку, на всякий случай вдруг кому-нибудь пригодится, но эта плата громоздкая, ребят, то есть видим, да, на фоне всего остального она огромная. То есть вот батарейка, где наша батарейка? Батарейка измерять все будем. То есть вот батарейка, как видим, плата огромная. Эту же плату можно сделать гораздо меньше. Схема у меня уже есть, просто нет времени сделать ее. Точнее, ленюсь ее сделать. Но я ее обязательно сделаю через, там, не знаю, может быть, на следующей неделе уже видео запишем. Я покажу вам такую же плату, только гораздо меньших размеров. Вот. Дам на нее схему и сделать ее сможет каждый школьник. То есть там ничего сложного вообще нет в изготовлении такой же платы, только маленькой. И вот такая фиговина, говорю еще раз, просто поприкалываться можно. Вот. В принципе, все я показал, да, на этом у нас сегодня. Вот такое видео. Вот. Дальше мы тоже будем искать на Алиэкспрессе всякие полезные фиговины. Хватит мне снимать. Вот. Что, в конце? Да. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще найти, не знаю, либо вопросы какие-то по тому, что мы вам показали. Может быть, что-то было непонятно, в комментариях вам ответим. И вы пишите в личку ВКонтакте. Вот. Все на этом. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok